Необходимость в строительстве коллектора возникла в связи с наращиванием мощности и развитием Нижнекамского промышленного узла. Строительство на глубоких участках происходит путем микротоннелирования. Это уникальный метод, который не требует раскопки канавы. Именно так коллектор прокладывает со стороны первой промышленной зоны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Подрядные организации используют самые современные методы. Например, навигационную спутниковую систему ГЛОНАСС. Это позволяет измерять расстояние от десятков метров до нескольких километров. Сложная работа идет по плану. На сегодняшний день микротоннелированием уложено чуть более 220 метров погонных. Открытым способом уложено уже более двух километров трубы. Коллектор прокладывают одновременно на двух площадках. Вблизи биологических очных сооружений. Это делают уже традиционным методом – траншейным. Запустить в работу новый объект планируется до конца года. По словам заместителя начальника цеха, он позволит уменьшить нагрузку на действующий химзагрязненный коллектор. Своевременно осуществлять их ремонт, перенаправляя стоки с одного на другой. А главное – снизить риск негативного воздействия на окружающую среду. А слуха фейзворачивает.